МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Масштабные работы по возведению современного предприятия начались с торжественной церемонии открытия строительной площадки с участием руководителей российских и зарубежных компаний, партнеров проекта. Свои подписи под многосторонним соглашением о сотрудничестве поставили глава Кабардино-Балкарии Арсен Коноков, член Совета директоров компании Туссенкруп-Унде-Гембл Саввас Лазаридис и генеральный директор Этаны Сергей Ашинов. Документ предусматривает поэтапную реализацию инвест-проекта. Пускай. Тогда поехали. Поехали. Дан старт строительству завода, который будет производить 486 тысяч тонн полиэтилен-терефтолата пищевого и сырьевого назначения в год. Это позволит Этане занять лидирующее положение на российском рынке. Сегодня в стране четыре действующих аналогичных предприятия – Башкортостане, Солнечногорске, Твери и Калининграде. Но этого недостаточно для развития отрасли. А Этана – это проект на вырост экономики. Руководство республики понимает, что именно инвестиции в экономику обеспечивают нам гарантию социального благополучия в республике. Сегодня высокие технологии идут не только в сельское хозяйство. Уделяется огромное внимание развитию именно экономики промышленности, привлечению технологий. Люди инициативные, но еще очень важно, что даже очень инициативный человек не будет вкладывать деньги, если климат инвестиционный не тот, если деловой климат не способствует инвестициям. Мы считаем, что пример вашей республики – это очень важно и для других регионов страны. Я думаю, что путь Кабардино-Балкарии, развитие вот такой инновационной экономики, развитие современных технологий, мы с вами должны развивать самые лучшие технологии, которые, если мы хотим быть конкурентоспособными. Мне кажется, без развития промышленности, одним аграрным бизнесом, например, словно говоря, или туризмом невозможно занять всех людей нашей республики и поднять экономику хорошо. Мне кажется, нужны очень интересные промышленные проекты, которые реализованы быть должны в Кабардино-Балкарии. У нас их много, их хватает. И самое главное, что у нас есть люди, которые хотят их реализовать. Глава республики поблагодарил федеральный центр за оказанную помощь в финансировании и реализации значимых для Кабардино-Балкарии проектов. Желание работать в нашем регионе высказали и иностранные партнеры. У нас есть федеральный центр, которые хотят их реализовать. Мы хотим работать в Кабардино-Балкарии. Мы хотим работать в этой республике Кабардино-Балкарии. И мы очень хотели, чтобы вместе участвовать в этом проекте. Мы надеемся, чтобы компания «Этана» и будущий план вместе с нашей компанией «Лоте Кемикал» взаимно, успешно сотрудничали. Что регион есть, и мы думаем, что мы можем manage that. Ну, нет, конечно, мы знаем, что у нас в Кавказе существуют определенные риски, но у нас есть специальная программа по работе с подобными рисками, особенно вместе с заказчиком, и мы уверены, что мы успешно сможем здесь работать. Сегодня на «Этане» завершается работа по возведению объектов энергетической и транспортной инфраструктуры. Запустить сам завод в эксплуатацию планируется в начале 2016 года. Важность реализимого проекта обусловлена его социально-экономическими показателями. В период строительства на площадке завода будет занято 350 жителей республики. После запуска предприятия на полную мощность до 5000 человек. Со временем здесь возникнет современный агроиндустриальный парк с двумя десятками промышленных предприятий, которые также будут работать на основе получаемых здесь полимеров. Экономический эффект – 1 миллиард рублей прироста в республиканский бюджет ежегодно. Сафар Гиреев, Анатолий Дереко, Вести, Кабардино-Балкария. Кабардино-Балкарию с рабочим визитом посетили представители Росмолодежи. Они встретились с руководством Минобразования, КБГУ, а также с самими молодыми людьми. Слово Елене Кушховой. Разговор с представителями Федерального агентства по делам молодежи получился предметный. Неразрешенных вопросов за последние десятилетия в стране и республике накопилось достаточно. Студентов интересовало, как видят решения уполномоченные ведомства. Сейчас модно быть крутым в костюме, на машине, на чем угодно. Никто не хочет быть токарем. Надо тоже честно рассказывать о том, что сейчас люди на стройках, на заводах, могут зарабатывать себе вполне неплохие деньги. Стратегия молодежной политики требует серьезных реформ, подчеркнул Сапрыкин. Если созданием новой будут заниматься только в федеральном центре, документ не сможет учесть всех нюансов. Вот почему в Росмолодежи ждут конкретных предложений из регионов. Мы видим здесь ряд проектов, которые призваны эти проблемы хотя бы точно начать решать. Если мы говорим о Кавказе и проблемам молодежи здесь, все, что связано с экстремизмом, с навязанным чуждой идеологией, надо отдавать людям рабочие места. Если молодой человек сам может заработать, обеспечить себя, свою семью, несколько человек вокруг, он никогда не будет думать о том, что необходимо поддерживать какие-то революционные настроения. Сейчас в федеральном агентстве разрабатывают 11 новых проектов по молодежной политике. Среди них поддержка молодых изобретателей и бизнесменов, раскрой талант, спорт – наша работа, технология добра. Предложения с мест планируют получать во время научно-практических конференций. В Кабардино-Балкарии уже достигнута договоренность о проведении нескольких совместно с КБГУ. Елена Кушхова, Наталья Булат, Игорь Мигулин, Вести Кабардино-Балкария. Стрельба в Нальчике около полуночи. Минувшей ночью на улице Ногмова два человека открыли огонь по сотрудникам патрульно-постовой службы, сообщает Республиканская МВД. В результате один полицейский был ранен, позже он скончался в больнице. Ответным огнем один из нападавших был нейтрализован. Им оказался ранее судимый житель Терского района. На месте происшествия изъят пистолет и два магазина к нему. Поблизости обнаружили машину нападавших. Принимаются меры по установлению личности и задержанию второго злоумышленника. О спорте. Сегодня станут известны имена победителей всероссийского турнира по самбо имени Казбека Панагова. Проводится он в Тереке в 16-й раз. 7 лет назад ему присвоен статус мастерского. Победители соревнований получают звание мастеров спорта по самбо. На этот раз участвует около 200 спортсменов из трех федеральных округов. Центрального, Южного и Северокавказского. Самому младшему участнику 18, самому старшему 34 года. На таких турнирах, на таких соревнованиях воспитываются будущие чемпионы. Чемпионы мира и Европы. Хочу пожелать спортсменам удачи. В спорте это немаловажно. Пожелать вам всяческих успехов. Зрителям красивой борьбы. И пусть победит сильнейший. Всероссийский турнир по самбо в Тереке входит в тройку наиболее престижных по СКФО. Казбек Панага, в память о котором он назван, был заслуженным мастером спорта Советского Союза. Именно он создал Терскую школу самбистов. К слову, в нынешнем году этому виду спорта исполняется 75 лет. Его по праву называют универсальным. Самбо объединил в себе все национальные виды боевых искусств. Соревнования продлятся два дня. На этом у меня все. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин